Ну, финал середины сезона «Американской истории ужасов деликатная» здесь, и можно сказать, что этот последний эпизод дал нам ответы, которые мы искали относительно личности мисс Проповедник, создав еще одну тайну с Клиффхенгером, на котором он остановился. Итак, с этим давайте подведем итоги, разберем и объясним все, что было вынесено из этого эпизода. Вот «Американская история ужасов деликатная», пятый эпизод, концовка объяснена. Только чтобы вы знали, это видео будет содержать спойлеры. Происхождение мисс Проповедник раскрыто. Ну, кому благодарить? Миссис Проповедник на стороне добра и зла. В начале этого эпизода мы переносимся в 1987 год в Манхэттен, который, возможно, был временем последнего сезона. Черт, в Нью-Йорке 80-х с этим весьма сложно. Мы видели, что мисс Проповедник, как и Анна, на крае желания обладать миром, будучи беременной. Но мисс Проповедник не хотела своего ребенка, он не был в ее планах. Она забеременела после секса на одну ночь. Мы узнали, что мисс Проповедник как бы подписала сделку, похожую на ту, что мы видели у королевы Марии в 1500-х. Мисс Проповедник обещали гарантированный успех в мире, но это означало, что ей нужно было родить нежеланного ребенка и отдать его. Интересно было то, что доктор Хилл был там в 80-х, тот врач, который осматривал Анну и помогал ей во время беременности, так что это показало, что, как и Эшли, он с тех пор не состарился, что, скорее всего, означает, что он является частью этой группы, заключающей сделки и забирающей в обмен детей демонов. Мисс Проповедник работала в индустрии моды и была как вундеркинд, так что ее согласие на сделку было вполне в соответствии с ее стремлением к большому успеху, и деньги, которые она заработала, по ее словам, были недостаточными. Так что интересно, значит ли это, что есть долгосрочные эффекты, которые в конечном итоге происходят, добавляя, что, возможно, она не сможет детей после осуществления этой сделки в тот момент, когда она, возможно, захочет их. Это я мог рассматривать как последствия части сделки, особенно учитывая, насколько энергично Анна желала ребенка. Так как это связано с Анной. Насколько нам известно, Анна не делала сделки, подразумевающей отказ от своего ребенка в обмен на большой успех. Однако, были моменты в сериале, когда мы видели, как она подписывает вещи, например, куклу самой себя, которую, как мне кажется, сейчас можно рассматривать как Вуду-куклу вследствие повреждений на кукле, аналогичных тем, что были на Анне. Но самая зловещая вещь, которую она подписала, была в этом эпизоде, где Кора, человек, работающий для доктора Хилла в клинике, доктора, который связан с этими темными сущностями и участвует в плане, дала ей то, что выглядело как форма согласия. Анна вовсе не читала его перед подписанием, так как, казалось, она доверяла Коре, что было нарушено всего через мгновение, когда Кора была неуместна с Анной. Так что, полагаю, эта форма согласия может быть одной из двух вещей. Это мог быть договор, где Анна согласилась отдать своего ребенка почти как подписание соглашения с ними, или это могла быть форма согласия на то, что в конечном итоге с ней произойдет, когда она окажется в этой красной комнате, как мисс проповедник много лет назад. Ясно, что Анна, безусловно, родит одного из тех демонических младенцев, которых мы видели у королевы Марии и тех, которых мы видели в заглавной сцене. Беременность Анны, кажется, ускоряется день ото дня, и она опережает график больше, чем должна быть, так что это показывает, что это ненормально. Она в тяжелом количестве боли, и мы также видели, как она кашляла то, что выглядело как те длинные ногти, которые мы видели у ребенка, так что вороньи головы определенно будут рядом с Анной, когда придет время. Раскрыта личность Аделины. В этом эпизоде был момент, когда мы узнали истинную личность Аделины, бывшей жены Декса, которая была мертва. И так оказалось, что она на самом деле была мощным игроком в кабеле, и из-за того, что влюбилась с Декс, она в конечном итоге дезертировала из группы, и больше не хотела иметь с ней ничего общего. Это наводит меня на мысль, что таинственный пожар на кухне, который убил ее, вероятно, был вызван людям, от которых она сбежала, и мы также слышали, как они хотели заставить Декса заплатить. Это привело к тому, что один из их крупнейших игроков дезертировал. Выходит, именно по этой причине Анну и преследуют, чтобы сделать его платить за утрату одного из членов. Что особенно интересно, так это Соня. Она очень похожа на Аделину. Мне кажется, этот человек точно связан с делами вороних голов. Она одета в черное, как Эшли, и вокруг ощущается таинственная ауру. Потому как Николета смотрела на Соню, складывается впечатление, что Николета тоже впутана, и подозревалась из-за того, что Соня, как две капли воды, похожа на Аделину. Кажется, она ее знала. Мне кажется, одна из вороних голов – это Аделина. Николета открыла подарок, который получила Анна, и это оказалась сова. Совы – это и хорошие, и плохие предзнаменования. Но в данной ситуации… Наверное, дурное предзнаменование. Давайте будем реалистами. В том случае Алдши сказал «А». Это трагедия, что скоро наступит. Так что я думаю, что это определенно говорит Анне, что осталось не так много времени, пока она окажется на столе, и все те кошмары станут ее реальностью. Личность Шивон ускользает. Шивон вызывала подозрения с первого дня. Кажется, она связана с плохими вещами, происходящими с Анной. Она была там на церемонии награждения, когда у Анны были галлюцинации. Куклы Вуду проявляются, когда она рядом, зеркало тряснуло, и она дает Анне снимки витамина В. Не то, чем кажется. В этом эпизоде Хэмеш противостоит Шивон, где узнали происхождение фильма, за который Анна была номинирована. Хэмешу сказали, что он должен лишь нанести свое имя на фильм, не осмеливаться, сомневаться в сценарии, столь жалком и бездарно реализованном. Анна когда-то была актрисой, талант которой предательски утопил фильм, показывая свое неумение до того, как мы ее встретили. Такая потеря актерского мастерства указывает на высшую силу, существо, принимающее решение. Будь то Шивон, заключившая сделку для успеха, или Анна, я думаю, мы вскоре узнаем подробности. Стало бы странным, если именно Шивон заключила сделку и стала успешным агентом, но агентом, предложившим одному из клиентов стать хранителем желанного ребенка. Но это лишь слабая теория на данный момент. Шивон объединены с Эшли. Живое свидетельство – четыре головы ворона, когда мать Декса шла там. Учитывая Эшли, насчитывается еще два места. Предположу, это места захватят Николет, Шивон или Соня. Так что мест действительно достаточно для двоих. У нас была теория от Притчер Спикс о кабеле ведьм в Голливуде. Шивон могла быть их главой. В конце эпизода Шивон спросила Анну, хотела ли она Оскар как ребенка. Анна сказала «да». Это похоже на подтверждение неявной сделки. С учетом того, что Бабетта – актриса, получившая золотой глобус, и Анна, проснувшаяся с открытием, что ее убили, кажется, что играя смертельные игры. До такого происходившего мы видели, как Анна была обхвачена рукой, и следующим было пробуждение Анны без понимания. Интересно, в этом была красная перчатка. Перчатку видели в клинике и когда Кора была дома. Так что я думаю, что ее пробуждение утром в постели в совершенно новой одежде будет связано с ними. Возможно, это даже относится к случившемуся с Бабеттой. Общее впечатление – это был хороший эпизод, уверена. Он, наверное, один из лучших эпизодов сезона. Мне кажется, он привлек внимание к истории, дал некоторые ответы и подготовил вторую часть 12 сезона так, что вызвал много ожиданий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!